Ремонт на проспекте Мира окончен. Последний участок дорожники завершили в воскресенье, почти на месяц раньше срока. Мы посчитали городской казне. Каждый погонный метр работ обошелся примерно в 18 тысяч рублей, а всего же в асфальт закатали десятки миллионов. Чем запомнился ремонт центрального проспекта и что на претензии водителей, отвечают чиновники, расскажет Захар Письменных. Сложно ожидать чего-то особенно хорошего, потому что мы много ремонтов видели по большому счету. Чуть лучше, чем старое, чем было в любом случае, потому что Мира была совсем в ужасном состоянии. Есть, конечно, определенные неровности, разметку не везде хорошо видно. Но вот при таком движении 30 км в час не слишком. Ну вот неровности, я говорю, есть небольшие. Наверное, если ехать вечером 60 км в час, то, наверное, будет чувствоваться побольше. Георгий Куприянов, водитель со стажем, часто проезжает через центр и ремонта на проспекте Мира ждал давно. Но итогом остался недоволен. Его мнение разделяют и водители маршруток. Ну, все равно лужи остались и асфальт как бы неровный. Как были эти почки, так и стало. Уравиться, в принципе, стало гораздо лучше. Мягко говоря, не в восторге от ремонта и пешеходы. Люди говорят, главную для них проблему с лужами на переходах так и не решили. Я как пешеход должен через лужи перепрыгивать. Ну, мне это не очень нравится. А бывают дороги без луж у нас, если прошел дождь? Ремонт Мира начался 13 июня. В воскресенье завершили последний участок между улицами Робеспьера и профсоюзов. За работами наблюдали не только чиновники, но и горожане. И кое-кто даже оставил гневный отзыв о качестве ремонта прямо на асфальте. В мэрии, напоминают, сразу предупреждали, что ремонт на Мира будет косметический. Поэтому обошелся он всего в 63 миллиона рублей. Толщина асфальта 5 сантиметров заложена. Естественно, где-то невозможно при такой толщине выровнять и сделать идеальную поверхность, как сегодня многим бы хотелось. Через неделю рабочие закончат наносить разметку, а в ближайшие дни комиссия будет принимать последний отремонтированный участок. Кстати, поучаствовать в этом может любой желающий. О порядке и дате можно узнать в департаменте городского хозяйства. Захар Письменных, Валерий Чащин и Дмитрий Борода. 7 канал Новости 24.